Я репетитор по гитаре. Как мне обращаться к вам? Как лучше, на ты или на вы? На ты, на ты. Я Эльдар. Я, видимо, хочу... Ну, я не то, что хочу научиться играть на гитаре, я играю на гитаре, в принципе. У меня какой-то опыт есть. Хотел бы дальше как-то пытаться... Как хорошо вы играете на гитаре? Что вы можете мне вот сейчас показать? Так. Ну, то есть, какую-то базу я знаю. Я знаю стандартные аккорды, ля, минор, тетя, до, мажор. У меня цель играть какие-то интересные мелодии на гитаре. Вот. Чтобы узнать, когда говорят там, сыграй что-нибудь. А, блядь, сыграй что-нибудь! И вот, чтобы я мог что-то интересное сыграть. Если вам какая-то песня нравится, то я могу... Можем разобрать вместе, вот если есть желание какое-то. Какой-то определенной музыки. То есть, вообще без проблем. А можете еще что-нибудь сыграть? Кстати, парень классно играет. Потому что я вижу, что у вас сидите как-то классически. Вы классику, да, играете, скорее всего? Да, да, да. Ну, могу тоже Асторию сыграть. О, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче, дальше я не знаю, но, в принципе, в целом вот так. Друзья, всем привет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Надеюсь, этот ролик вы посмотрите и оцените его по достоинству. Не забывайте подписываться на канал. Это самая лучшая мотивация для меня. Уверен, что многие из вас, смотря на то, как другие играют на гитаре, хотели бы попробовать научиться на ней играть. И самый лучший для этого способ это приложение Team Bro. Открываем приложение, и первое, что придется нам сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. У Team Bro каждый раз выходят новые обновления, поэтому приложение остается актуальным всегда. И подойдет как для начинающих гитаристов, так и для продвинутых. В Team Bro очень много различных упражнений для изучения аккордов, фингерстайла, соло-партий и так далее. Для примера возьмем упражнение для фингерстайла. Постепенно, начиная от базовых упражнений, постановки пальцев, того, как правильно зажимать лады, вы переходите к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Team Bro, скачивай и развивайся. Ссылка в описании. Вы сами в каком стиле играете? Ну я больше в рок, как бы. О, а можете сыграть что-нибудь? Ребят, преподаватели за их уровень игры на гитаре в комментариях хейтить не надо. Каждый прекрасно знает, что он умеет, и каждый ищет для себя подходящих учеников. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так как. Виталь, вы знаете, я даже эту композицию... Вот мы сейчас соло играли, вот эту, да? Да. Я ее знаю в фингерстайле. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Ну это мне надо, мне надо у тебя учиться, а не тебе у меня. Я, получается, увидел видеозапись у Артема Мироненко, вот, и за два дня вот сколько выучил, вот это за два дня. Там чуть до аккордов. А, Артем Мироненко, да, я его смотрю. Кстати, классный парень, подписывайтесь. Это вот он, кстати, сейчас ее разучивает, разучивал в последних роликах. Как-то разучивал. Да, да, да. Но она не сложная. Она не сложная. Мы просто с ребятами... Мы с ребятами в беседе сидим, вот кто сколько выучил. Я ее играл в другом стиле. То есть там сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok Это версия Марсина. Может, знаешь этого гитариста? Нет, я не знаю. Но это версия фингерстайла, получается. Я ее разбирал по классическим нотам. Да, да, да. Вот я и смотрю, потому что она немножечко отличается. Ну, кстати, потом посмотришь Марсин, по-моему, поляк. Гитарист. Вообще какие-то штуки невероятные. Что-то творит он. Самый быстрый, по-моему, фингерстайл-гитарист на планете, мне кажется. Потому что то, что он делает с гитарой, это просто невозможно. Ну, сыграйте, может быть, что-нибудь, чтобы я просто посмотрела, поняла, что... Так, а что сыграть? Я вот только не знаю. Ну, другую мелодию или, может быть, аккорды, что-нибудь такое. Субтитры сделал DimaTorzok То есть я, в принципе, какие-то вещи играть умею. Хотелось бы, ну, дальше что-то интересное. Ну, что-то это очень абстрактно, так как бы вы сказали про классическую музыку. Вообще, то есть что вы, может быть, слышали уже из классической музыки? И что бы, может быть, хотелось, просто чтобы понимать конкретно какие-то цели? А так что-нибудь, как-то развиваться, просто направление? Куда, да? Ну, направление, хорошо, скажу так. Так, интересен, фингерстайл, то есть это какие-то, вот, там, даже вот эти вот буги-буги, то есть... Можно классику? Ну, стандартная, там, бессамамучая, правда, не знаю, это классическая мелодия или нет. Ну, это классическая мелодия или нет. Нотная грамота владеете? Или как, или по табам, по видео? Ну, вообще-то табулатура будет. Я ноты знаю, я там вот, например, где-то вот досюда я знаю, где как ноты называются. И отсюда досюда тоже. Екатерина, а можно вас попросить сыграть что-нибудь? Да, конечно. Ну, такие, прям, пару отрывков каких-то из произведений я, наверное, сыграю. Играет музыка. Играет музыка. Это очень, это очень завораживает, это очень красиво, это очень классно. Не, не, тебе нужно какой-нибудь, знаешь, там, чтобы прям, там, ну прям уровень, да, там, чтобы прям написано было, я там закончил музыкальную, там, консерваторию, потому что ты обычный преподаватель, ну, не, есть, которые просто самоучки, которые очень высокого уровня, но это надо прям спрашивать, ну, покажите там, умеете там какой-нибудь, там, шред, там, на гитаре, там, супербыстрый, там, я не знаю, что-нибудь такое. А куда ты хочешь дальше, что ты хочешь учить, у тебя фингерстайл и нормальный, все, все. Ну, так это же не предел, я же поэтому и хочу дальше что-нибудь, то есть какие-то сложные композиции я действительно умею играть-то. А что ты хочешь дальше, суперсложные какие-то классики? Да, да, супер, не обязательно классику, просто суперсложные, просто, ну, у меня есть, например, примете очень много интересного. А что ты не можешь сыграть, что ты не можешь сыграть? Ну, из названий, мне очень нравится «Лунная соната», там, в исполнении Марсина, ну, гитарист есть такой. Ну, опять же, я ее не могу сыграть, показать, что это, как это. Ну, я понял. Ну, тогда это, ну, я желаю тебе удачи, я надеюсь, ты найдешь его преподавателя, там. Я думаю, мне нечем, чего я тебя научить. Музыка. 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 То есть, я играть умею. Да, хороший уровень тебе. Спасибо. Давайте сделаем так, давайте вот, что вы знаете самое вот там легкое, самое простое для вас, где вы можете спеть? Сейчас будет самое интересное. Ну, и споете мне. Мне просто нужно посмотреть, чтобы дальше знать, куда работать. Ну, давайте попробуем спеть. Сразу скажу, я петь не умею, я только начал заниматься вокалом. В ролике Петя также не планировал, но меня она прям заставила. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, про пол. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или горить звездой. Ты солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулах. Нет, смотрите, в принципе, относительно нормально. Есть люди, у которых прям намного хуже. Вот, поэтому все хорошо. Ну, я вот, например, вчера вот, знаете, какую мелодию разобрал? Dark Horse, знаешь? Кэти Перри. Нет, я не особо по иностранному, если честно. Кэти Перри. А где-то учился, да, наверное, в музыкальной школе? Я сейчас заканчиваю колледж искусственный. То есть музыкальную школу, да, музыкальный, я сейчас полеж заканчиваю. А-а, уже колледж. Нет, ну, кстати, у вас хороший уровень игры, то есть фингерстайлом я не занимаюсь, я, конечно, смотрел в ютубе, то есть фингерстайл я не научил, можете вы меня научить, а не я. А так в классике, да, в классике переборы любые. Ну да, ну просто вы уже владеете инструментом неплохо достаточно, и то есть ноты как раз-таки дали бы большее развитие в будущем, потому что таблатуры не на все произведения есть, даже не классические, классические тем более, поэтому я думаю даже в будущем по нотам вам, ну, пригодится. Это мелодия из Терминатора, я не знаю зачем, я вчера нашел мелодию из Терминатора. Это очень забавно. Ладно. Ладно, я не буду. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok